Здравствуйте, ребята! Меня зовут Думанова Ильина Викторовна. Я работаю учителем начальных классов в Теоретическом лицее имени Николая Васильевича Гоголя. Начинаем урок познания мира. На прошлом уроке вы узнали, что планета — это холодное небесное тело. Вокруг Солнца вращается 8 планет. Земля — это единственная планета, на которой есть жизнь. Сегодня поговорим о нашей планете, о Земле. Вы познакомитесь с представлениями древних людей о внешнем виде Земли, узнаете много нового о модели земного шара. Тема сегодняшнего урока — географический глобус, модель планеты Земля. В давние времена люди думали, что Земля плоская. Верили, что если очень долго идти в одну сторону, то можно добраться до места, где небо встречается с Землей. Пифагор, древнегреческий философ и математик, первым предположил, что Земля имеет форму шара. Чтобы лучше себе представить внешний вид Земли, люди создали ее модель — глобус. От латинского слова «глобус» — шар, который имеет такую же форму, как и Земля, только во много раз меньше. С помощью глобуса легко можно представить шарообразную форму Земли. Почему мы говорим именно шарообразную, а не шар? Искусственные спутники помогли получить точные знания о форме Земли. Облетая Землю, спутники все время посылали радиосигналы, сообщения о своей удаленности от Земли. По этим сигналам специальные электронные машины определили высоту полета спутников, а пишущие устройства помогли нарисовать форму Земли. Оказалось, Земля — неправильный шар. Она немного сплюснута с полюсов. Наша планета вращается вокруг воображаемой оси. Обратите внимание, верхняя точка, где ось выходит из глобуса, называется северным географическим полюсом. От латинского слова «полюс» — ось. А нижняя точка — южным географическим полюсом Земли. На равном расстоянии от полюсов проходит условная линия, которая называется «экватор» — от латинского слова «Аекуадор» — уравнитель. Экватор делит земной шар на северное и южное полушария. На линии экватора день всегда равен ночи, а солнце бывает в зените дважды в году, в дни осеннего и весеннего равноденствия. Известно, что модель земного шара впервые построил хранитель пергамской библиотеки Кратес Молосский во II веке до н.э. Однако она, к сожалению, не сохранилась. Позже глобусы стали очень популярны. Мореплаватели брали с собой глобусы в далекие опасные путешествия. За свою долгую службу на кораблях глобусы немало повидали. Их трепали штормы, обдували свирепые ветры. Глобусы устанавливали на космических кораблях. Небольшой глобус-космонавт во время всего полета кружится без остановки с такой же скоростью, как и Земля. Только взглянет на него командир космического корабля, сразу узнает, над каким океаном или над какой страной проносится в эту минуту его космический корабль. На глобусе звездного неба изображены созвездия. Некоторые глобусы превышают человеческий рост. И на них умещаются не только красочные карты поверхности Земли или неба, но и сведения о разных странах, растениях и животных. А возвышенности сделаны выпуклыми. Наш урок подходит к концу. Давайте вспомним, что вы узнали сегодня на уроке. Что такое глобус? Глобус – это модель Земли. Что такое экватор? Экватор – это условная линия, которая делит земной шар на северные и южные полушария. Где находится экватор? Экватор находится на равном расстоянии от полюсов. Наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин